Сразу несколько зарубежных частных организаций начали принимать к оплате так называемые биткоины, виртуальные деньги. Электронная валюта, похоже, вышла из тени, и некоторые эксперты прочитали большое будущее. Все подробности в программе «Факты» у Роберта Францева. В 2009 году норвежский студент Кристофер Кох писал реферат об одной никому неизвестной электронной валюте. Ради эксперимента купил небольшое количество этих денег, примерно на 25 долларов. Ну и как это бывает у студентов, сделал и забыл. Вспомнил через 4 года, когда случайно наткнулся на заметку о том, что та самая валюта рекордно подорожала в цене. Оказалось, что стоимость купленных им некогда непонятных денег приблизилась к миллиону всем известных долларов США. Авторство этого частного экономического чуда принадлежит биткоинам, самой популярной ныне электронной валюте. Что же это такое? Если опустить все технические нюансы, фактически это просто набор символов, некий шифр. Это довольно трудно для понимания, но куда интереснее курс биткоина. Вот только этот год. Взлет с 12 долларов до 824, а на некоторых биржах и еще больше. Конечно, были и падения, достаточно серьезные. Скептики каждый раз, когда стоимость биткоинов снижалась, эту валюту хоронили. Но цифровые деньги неуклонно били. Один исторический максимум за другим. Это просто набор цифр. И каждая единица, один биткоин, это некий уникальный набор этих самых цифр. Он очень длинный, но это некое уникальное число. И именно в этом и заключается его особенность. В отличие от всех других существующих в настоящий момент валют. Отдельные энтузиасты уже называют биткоины валютой будущего. Возможности на самом деле фантастические. В любой момент их можно передавать в любую точку света. Необходимые условия одно – наличие интернета. Больше никаких ограничений. Помешать транзакции или заблокировать счет не может никто. Чтобы понять весь цим из биткоинов, сравнимых с системой электронных переводов реальных денег. Таких как, например, WebMoney. Там все это функционирует так. Если нужно передать средства, то идет запрос серверу. Вот мой счет. Прошу перевести 100 рублей на другой сервер. И дальше сервер или люди, которые им владеют, сами решают, надо проводить операцию или нет. С биткоинами все совсем по-другому. Здесь каждая программа-клиент уже сама по себе сервер. И понятно, что принадлежат все они разным людям. Пишем сообщение. Перевожу 100 рублей с одного счета на другой. Подписываем его ключом, подходящим к своему счету. И отправляем это сообщение всем другим узлам. Их тысячи. И каждый независимо решает, стоит транзакция от того, чтобы ее включить в общий список или нет. И все это абсолютно анонимно. Создавать свои биткоины на первоначальном этапе мог каждый желающий. Постепенно процесс становится все сложнее и сложнее. И однажды совсем сойдет на нет. Дело в том, что количество биткоинов ограничено максимум 21 миллион. И не больше. К концу ноября их было примерно 11 миллионов 980 тысяч. В первые 4 года существования этой валюты было создано 10,5 миллионов биткоинов. Сумма уменьшается в 2 раза каждые 4 года. То есть еще 5 миллионов за следующую четырехлетку. И дальше цифра будет сокращаться. Последний биткоин появится ориентировочно в 2140 году. Нужно понимать, что стоимость биткоинов не привязана к какой-либо валюте или другому активу. Курс обмена сейчас определяется исключительно балансом спроса и предложения. Фундаментально зависит от того, хотят ли люди его покупать сейчас или продавать. Почему люди именно сейчас хотят покупать? Китай, валютный контроль. Китайцы, возможно, думают, что смогут его обходить. И, видимо, какая-то очередная волна тех энтузиастов, фанатиков, которые верят, что в будущем это будет стоить не 800, как сейчас, а 8 тысяч или 80 тысяч долларов. В первую очередь притягательность биткоина обусловлена его анонимностью. Парадокс в том, что валюта является одновременно и достаточно открытой, и абсолютно непрозрачной. Информация о всех транзакциях с биткоинами хранится в открытом доступе. Правда, дает это совсем немного. Вот, например, одна из крупнейших сделок за последнее время. Информация с портала Blockchain.info. Общая сумма перевода, если в долларах, то под 6 миллионов. Но вот больше с этим поделать практически ничего нельзя. Гигантскую сумму перевел один набор букв и цифр нескольким другим таким же непонятным сочетанием. Кто стоит за ними и за что такая оплата, узнать фактически невозможно. Виртуальные валюты несут в себе определенные риски. Они дают возможность преступным группировкам отмывать огромные суммы денег. Но в то же время виртуальные валюты инновационные. Они способны быстро перемещать большие суммы денег. После такого почти признания окончательно понятно, что биткоин перестал быть игрушкой фриков-программистов. Что делать с электронной валютой? Всерьез обсуждают правительства развитых стран. Частный бизнес осторожно, но все активнее пробуют экспериментировать с биткоинами. Преимуществ много. Никаких границ. Обработка международных транзакций занимает считанные минуты. Биткоин принимают уже более 12 тысяч фирм и предприятий. Малый бизнес использует биткоин по разным причинам. Кто-то сам торгует этой валютой, кто-то хочет платить меньше комиссионных. При оплате картой они достигают 3%, а вот при расчете биткоинами менее 1%. Как бы то ни было, но биткоин уже вышел из тени. Сейчас в этой системе вращаются миллиарды вполне реальных долларов. На данном этапе происхождение большая часть из них криминальное, но у независимой валюты и все больше сторонников из числа таких романтиков, мечтающих о новом лучшем мире. Эксперимент Остиной Бэйси Крейг начался 23 июля и длился 101 день. Единственное условие – везде рассчитываться только виртуальной валютой. Супруги совершили кругосветное путешествие. Сначала из штата Юта в Нью-Йорк, затем перелет через Атлантику в Стокгольм. Потом были Берлин и Сингапур. Во время путешествия семья Крейгов платила биткоинами абсолютно за все. Продукты в супермаркете, ужин в ресторане, одежда и обувь, авиабилеты. По пути супругов сопровождала съемочная группа. Крейги признались – самыми трудными оказались в поиске автозаправок. Виртуальную валюту принимали далеко не везде. Приходилось убеждать, что виртуальные деньги ничуть не хуже реальных. С растущим курсом биткоина растет и число желающих участвовать в такой экономике. На Кипре университет Никосии начал принимать в биткоинах плату за обучение. Космическая программа Virgin Galactic поддерживает оплату билетов при помощи этой электронной валюты. В общем, джинн выпущен из бутылки. Технология есть и достаточно широко распространилась. Запретить ее больше нельзя. Игнорировать тоже. Остается главный вопрос – что же со всем этим делать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова